Жаль, что однажды оступившись, человек не делает для себя соответствующих выводов. Вместо того, чтобы следовать установленным правилам и соблюдать законы, вновь совершаются преступления. Далее оперативная хроника. Пресечены факты кражи. Кражи из автомобилей нередко происходят из-за того, что порой сами водители проявляют беспечность, забывая закрыть двери и окна машины. В результате злоумышленники совершают кражи ценных вещей, денег и телефонов. Так, 24 мая днем на улице Карасарай неизвестный похитил из автомобиля Дамас телефон и скрылся. Сообщение о краже поступило в дежурную часть Алмазарского района. В целях раскрытия преступления были изучены записи с камер видеонаблюдения. В результате принятых оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже вскоре был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 26-летний Джавлон. В качестве вещественного доказательства у него был изъят украденный телефон. Я проходил мимо автомобиля Дамас и увидел, что окно было не заперто. Вокруг никого не было. Я взял телефон. Хотел продать его, но не успел. Меня задержали, и я вернул телефон. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 169 кража Уголовного кодекса Республики Узбекистан. 28 мая дело было направлено в суд. В качестве меры пресечения была избрана подписка о надлежащем поведении. Однако Джавлон, так и не сделав для себя соответствующих выводов, вновь совершил кражу из машины. 7 июня он похитил из автомобиля «Спарк», оставленного незапертым на автостоянке. Телефон и скрылся. Вечером я шел по улице и увидел автомобиль «Спарк». Окно осталось открыто. Я взял телефон и ушел. На следующий день я продал его за 1 миллион 300 тысяч сумм. А вечером меня задержали. Телефон нашли и вернули владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 169 кража Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Следственные мероприятия продолжаются. Так, не использовав с умом предоставленный ему шанс все исправить и изменить свою жизнь, мужчина снова преступил закон. Теперь за повторно совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.